Добрый вечер! В эфире телевизионная служба новостей в студии Анна Круглова. Чрезвычайное происшествие в Самаре. Сегодня на центральной улице города прогремел мощный взрыв. Погиб водитель припаркованного у обочины «Опеля». По нашим меркам, случай вполне заурядный, однако на этот раз все усугубляется тем, что буквально за несколько минут до взрыва по этой улице проехал кортеж патриарха Алексея II. Сейчас он как раз находится в Самаре. Более того, через час после взрыва патриарх встречался с общественностью в местном оперном театре. Неизвестный позвонил в театр и сказал, что здание заминировано. Звонок, к счастью, оказался ложным. Сегодня Временная комиссия Совета Федерации по коррупции должна была наконец решить вопрос с Юрием Скуратовым. Этого не случилось. Решение вновь отложено на неопределенный срок. Комиссия вместе с Конституционным комитетом рекомендовала вообще не поднимать завтра на пленарном заседании эту тему. И вот незадолго до начала нашего выпуска председатель Совета Федерации Егор Строев сообщил, что президент России внес предложение об отставке Юрия Скуратова. Теперь о другом скандале. Ситуация вокруг Ачинского глиноземного комбината, похоже, начинает принимать криминальный оборот. Слово Натальи Крапивиной. На прошлой неделе новому руководству АГК, признанному Челябинским арбитражным судом, все-таки удалось проникнуть на территорию предприятия. Но ненадолго. Люди в масках, выбив все окна в инженерном корпусе, опять-таки захватили комбинат и приступили к избиению руководства комбината. Представители правоохранительных органов края продолжают делать вид, что этого не замечают. А на самом комбинате уже не сомневается, что и действия ОМОНа, и бездействия милиции, и весь царящий вокруг АГК беспредел – тело рук одного человека – губернатора Лебедя. Никак не могу принять на свой адрес упреков в том, что я, дескать, учинил край и передел собственности и препятствую законному руководству комбината приступить к исполнению служебных обязанностей. Я удивляюсь, как такое бы мне можно было подумать. Но факты налицо. Есть решение Челябинского арбитражного суда, которое не выполняется. Пока высший арбитражный суд России не рассмотрел это дело, не отменил предыдущее решение Челябинского арбитражного суда, исполняется решение Челябинского арбитражного суда. Не соблюдение решения суда, его неисполнение, может за собой повлечь привлечение к уголовной ответственности. Конечно, мы будем вынуждены при продолжении таких действий каким-то образом пытаться привлечь и сенатора к уголовной ответственности. Но пока руководство комбината ждет. Может, в дело все-таки вмешается премьер или президент? Наталья Крапивина, ТСН. Сенсационная находка на Дальнем Востоке. Под Благовещенском обнаружен почти полный скелет динозавра. Такого в мире еще не было. До сих пор фигуры динозавров в палеонтологических музеях собирали исключительно из разрозненных косточек. У динозавра уже есть имя. Его назвали Васей. Наш репортаж из Благовещенска. Скелет динозавра обнаружен рядом с оживленной трассой Благовещенск-Ладивосток. Редкая машина не притормозит возле лагеря палеонтологов. Юрий Болоцкий, автор находки, он же руководитель экспедиции, каждый день отвечает на сотни вопросов десятков людей. Тут, правда, я маленько устал в моральном плане. Действительно, здесь станешь этим человеком-ненавистником, потому что когда пьяница прыгает тебе через забор, и надо его прикладом по лбу его колотить. Но людям-то надо видеть. Научная ценность данной находки несомненна. Дело в том, что все реконструкции динозавров, украшающие палеонтологические музеи крупных российских городов, собраны из костей и фрагментов животных разных видов. Амурозавр, найденный возле поселка Кундур в 300 километрах от Благовещенска, сохранился практически полностью. Ну, это, в общем-то, наиболее полная находка за почти 100 лет. На территории СССР был найден гадрозавр, но сейчас это за границей. А он был найден в Казахстане, небольшой, тоже маленький. Вот такой крокодил здоровенный, это впервые. Он будет не меньше 10 метров. Кости, пролежавшие в земле миллионы лет, по прочности напоминают намокший хлеб. Поэтому копать приходится очень осторожно, ножами и даже скальпелями. Зарядившие дожди тоже не помогают работе. На сегодня из земли извлечены тазовые кости и хвост. Большая часть динозавра остается пока в грунте. Как говорят участники экспедиции, которых, кстати, всего трое, раскопки вряд ли завершатся в этом сезоне. На следующую весну постараемся добыть денег и все-таки сюда вернуться, чтобы остальное выдернуть. Олег Лиштайф, Виталий Стихин, специально для ТСН. Мы продолжаем недельную акцию ТСН за и против сохранения космической станции МИР. Вчера мы давали слово сторонникам, сегодня аргументы против сохранения станции. Эксплуатация станции МИР сегодня стоит, с учетом дефляторов, 2 миллиарда в год. В проекте бюджета на следующий год российского космического агентства 3,3 миллиарда. Станция, сколько бы мы ею не занимались, мы можем говорить год, мы можем говорить два, мы можем говорить три. Но она в эти сроки закончит свое существование. И дай бог, чтобы она его закончила без причинения крупных каких-то неприятностей и катастроф для всего мира. Субтитры создавал DimaTorzok Только что вы видели на своих экранах 6-ти миллиардного жителя Земли. Он родился сегодня примерно в 17.30 по московскому времени в Сараеве, столице Боснии и Герцеговины. Впрочем, все это довольно условно. Точно определить 6-ти миллиардного младенца абсолютно невозможно. Каждую минуту на Земле рождается 165 детей. Скорее всего, его ждали именно в Сараеве просто потому, что там в эти дни находился генеральный секретарь ООН Кофи Анан. И еще сообщение из-за рубежа. Чрезвычайная ситуация в Пакистане. По сообщению агентства Reuters, армейские части окружили резиденцию премьер-министра страны Наваза Шарифа в Исламабаде. Это произошло после того, как было объявлено об отставке министра обороны Пакистана. Под контролем армии уже находится телецентр и международный аэропорт. В Америке прекращается производство знаменитых револьверов системы Кольт. Причина многочисленной иски от пострадавших. Вот так можно представить себе, сколько исков по тому же поводу мог бы получить наш Михаил Калашников. Рассказывает Александр Аверчук. Шестизарядник, который покорил Запад. Так потом назовут изобретение Сэма Кольта. В 1836 он запатентовал вращающийся барабанный механизм. С тех пор началось его триумфальное шествие по Америке, а затем Кольт перешагнул и через океан. Всего продано почти 30 миллионов револьверов, пистолетов и винтовок со знаменитым клеймом. О самой компании ходят разные легенды. Однажды якобы ее хозяева оплатили похороны самоубийцы, на могиле которого потом было написано. Он застрелился из револьвера системы Кольт. Лучшее оружие для этой цели. И вот 160-летней легенде приходит конец. Причина — судебные иски против оружейных компаний США с требованием компенсации от пострадавших в результате применения огнестрельного оружия. В письме, направленном автовикам Кольта, вице-президент компании Томас Килби признается. «Мы должны реально оценивать ситуацию. Большие судебные издержки не дают нам возможность быть конкурентоспособными на оружейном рынке». Закрываются семь сборочных линий на заводе в Хартфорде, штат Коннектикут. К концу месяца будут уволены 300 из 700 рабочих. И все же дело полковника Кольта будет жить. Компания остается поставщиком армии США. Знаменитые автоматические пистолеты 45-го калибра и винтовки М-16 планируют расширить производство коллекционного оружия и заняться разработкой так называемых интеллектуальных пистолетов, которые подчиняются только своим владельцам. Александр Аверчук, ТСН. Следующий выпуск новостей на ТВ6 через 2,5 часа. До встречи в 11 в этой же студии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok